Ну и говоря о том, что еще не может делать здоровый человек, нам расскажут новости из Симферополя. Там депутат Государственного Совета Крыма Игорь Буданов от партии «Единая Россия» сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии депутат Государственного Совета Крыма. Ну, Крымской областной думы. Как пишут в средствах массовой информации, ссылаясь на источники, женщина, к сожалению, скончалась в больнице, успев сообщить подробности происшествия. Авария, по всей видимости, произошла из-за превышения скорости, об этом сообщается в интернете, в телеграм-каналах. Также есть информация о том, что Буданов имеет 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения, большая часть из них за превышение скорости. Причем депутат уже был участником похожего ДТП, когда пострадал несовершеннолетний. Буданов задержан, он признал свою вину, сообщив правоохранителям неверные данные касательно места работы и данные своего рождения. Да, ну и стоит отметить, что он не просто скрылся, он еще, значит, успел помыть машину. Ну, конечно, ё-моё, это действительно серьезная проблема, да, для депутата Единоросса. К черту жизни людей. Машина грязная, машина, значит, не в лучшем свете, и его имидж, наверное, портит. Вот так вот выглядит этот преступник, абсолютно негодяй, и, к сожалению, такие новости идут с завидной регулярностью. Когда их слышишь, наверное, ну, на языке вот эта фраза, что Единая Россия – это не только партия жуликов-воров, это партия убийц, это партия, собственно, абсолютно преступная. И не потому, что это, я не знаю, название у неё плохое, нет, потому что она состоит из подобных негодяев. Знаете, что самое интересное, что я уверен, что сегодня, наверное, край завтра местное отделение Единой России выдаст заявление, что, оказывается, он давным-давно был исключен, но просто всем об этом забыли рассказать, а на самом деле документы уже есть, он подписан задним числом, то есть нет, он не задним, он просто, значит, все забыли его показать, а вообще он очень давно, на самом деле, проголосован и подписан. Жалкие попытки уйти от ответственности, жалкие попытки, собственно, снять вину, да, с тех, кто подобных негодяев к власти приводит. Ну, давайте так, какие законы он может принимать, если он пытался скрыться с места происшествия, да, и убил человека, это же просто верх аморальности. У таких людей нету никаких моральных ценностей, они просто плюют, да, на вот эту вот общественную безопасность, на жизнь и здоровье людей, тем более, блин, не первый раз. Ну, подождите, я не очень понимаю, если он раньше был в похожей ситуации, только, как я понимаю, сбивал несовершеннолетнего ребенка и, соответственно, пытался скрыться, каким образом, какого черта он находится на свободе, я не понимаю. Какого художника, он является депутатом, понятно, что его Единая Россия сделала, но почему люди не начали массово в Крыму возмущаться, наплевать, что во власти сидят криминальные элементы, хотя, слушай, по большому счету я скажу, что на своем личном опыте, видя, что происходит вокруг, в стенах парламента, там большая часть людей, реально криминальные элементы. Это реально люди из 90, которые просто хапнули по максимуму, заводы какие-то, предприятиями руководят, или сели на какие-то государственные посты, являются чиновниками тех или иных учреждений, организаций. Ну, старый порядок, как говорится, у них остались, это факт. Наверное, этот человек действительно свой в этой среде, и, наверное, было бы, может быть, еще более чудно, если бы он был законопослушный и адекватный, и не нарушал законы, и вот был среди остальных, просто как белая ворона была. Слушайте, я считаю, что депутат должен нести больше ответственности, чем рядовых граждан, потому что это слуга народа, и если он допустил такое страшное нарушение, как убийство человека, безусловно, он должен отвечать больше, да, и серьезней, нежели рядовой гражданин. Это должно быть отягчающим обстоятельством. Почему человек так комфортно себя чувствовал? Почему он настолько пренепряжительно относился к закону? Потому что он окрылен чувством вседозволенности, он понимает, что все сойдет с рук, он понимает, что он отмажется от любой, значит, какой-то проблемной ситуации, просто потому что в его руках есть мандат. И этот мандат он использует не для того, чтобы бороться за интересы, за права и свободу людей. Он использует для личного, для обогащения, для, я не знаю, неприкосновенности. Знаете, как отличить депутата, который использует свои полномочия в личных целях? Он ни с кем не ругается. Этот депутат сидит и в лучшем случае хитренько смотрит по сторонам, жмет ручки, улыбается, правильно голосует. Почему? Потому что в тот момент, когда ты начнешь, как говорится, высказывать свое мнение, тем более высказывать критику, это однозначно наступит на интересы тех, кого ты критикуешь. А так уж получилось, что законодательная власть призвана сбалансировать исполнительную власть, то есть тех самых, у кого в руках настоящая власть. Правоохранительную систему в том числе, судебную власть в том числе. И когда ты начинаешь их критиковать, и завтра попадаешь в беду, не рассчитывай, что с той стороны тебе будут помогать. Поэтому эти люди сидят и дружат с полицией, с прокуратурой, с судами, с губернаторами, с министрами, со всеми этими бесконечными контролирующими структурами, чтобы в случае чего, имея хорошие возможности, обратиться и решить, собственно, нужный вопросик. И именно по этой причине этот преступник, этот жулик пытался скрыть место своей работы. Почему он пытался это сделать? Потому что он прекрасно понимал, что если к нему будет общее отношение, то, соответственно, он может потихо порешать этот вопрос, давить наследствие, где-то кому-то занести и так далее. Наверняка у человека очень процветающий бизнес, и он успешный не потому, что он депутат-единоросс, конечно же, нет. Он успешный потому, что просто так получилось. Мы все неудачники с вами, а, собственно, остальные, те, кто у власти, те, кто имеет билет от Единой России партийный, те, соответственно, просто, собственно, успешные, удачные люди. В общем, надеюсь, что эта сволочь загремит на тюремные нары как можно дольше, и, может быть, пожизненно там останется. Потому что чем дольше жулики Единой России находятся в тюрьме, тем больше людей находится на свободе безопасности. Но, к сожалению, могу вам констатировать, что ситуация в Крыму после посадки вот этого негодяя вряд ли изменится. Потому что система выстроена таким образом, что на смену одного подонка приходит другой. Да, может быть, его репутация будет почище. Да, может быть, на его, собственно, счету не будет сбитых людей, которые умерли от этого преступления. Но решения голосования они будут принимать такие, что будут умирать гораздо больше людей. Понимаете? Когда он убил на своем автомобиле пожилую женщину, это один разговор. Но когда он голосовал и сотни тысяч людей обрекал на страшную, мучительную смерть от нищеты, от отмены пенсии, чтобы работали до деревянного макинтоши, как когда-то говорили. Или, может быть, стоимость продуктов, товаров, ЖКХ повышалась, что людям это становилось не по карману. Вот в этом случае он убивал гораздо больше людей. Да, это более тонкий подход. Он, может, не так очевиден обществу и гражданам. Но наша с вами задача, друзья, в борьбе за сознанием людей, открывать людям глаза. Что одно дело, там, негодяя грабил кого-то на улице, другое дело, он каждый день, миллионы людей грабит в Думе, являясь депутатом. Где ответственность больше? Очевиднее, да, наверное, когда он грабит на улице. Но ответственность больше там, где, соответственно, он принимает решения за судьбу огромного количества людей. Слушай, я думаю, что такими темпами скоро войдет в привычку у депутатов Единой России, заслышав свою фамилию, сразу вставать, заводить руки за спину, он называет свои фамилии, имя, отчество, статью и срок. Было бы круто. Ну, конечно.